На портал из Эггет поступил следующий вопрос. Энергетические вампиры, кто они? Да, вы знаете, часто человек обращается к врачам и к нам в центр с теми симптомами, что у него нет сил, что он весь подавлен, ничего не желает. Одним словом, выражаясь, подавленное состояние, у него нет энергии к действию. Вопрос. А что случилось? Человек, скажем, был деятелем, активным, и вдруг у него это все пропало, и он находится в таком подавленном состоянии. Вот смотрите, само слово «подавленное», то есть под давлением, с одной стороны, с другой стороны, надавили, подавили. Кто меня может подавить? Так вот, вокруг нас есть злые духи. Верите в это вы или нет? Ну, это так, потому что так сказал Господь Бог. И вот эти злые силы, как говорят в народе, на левом плече бес, на правом ангел, такое образное, конечно же, выражение, они с нами от нашего дня рождения. Так вот, задача демонов – сделать нас несчастными. Лишить воли, стремления к лучшему, к радости. В общем, одним словом, лишить нас радости, счастья. Для этого нас надо сделать несчастными. Для этого они воздействуют на нас по-разному, но суть конечной цели одна – подавить нас и подчинить себе. И вот те, кого называют люди энерговампирами, называют они тех, кто, ну, как говорится, высасывает из них энергию. Иногда люди говорят, я вот с ним поговорил, а из меня как будто энергия ушла, вот как будто высосали ее. Правильно. Вы знаете, если вы будете общаться со служителем сатаны, из вас точно будут высасывать энергии. Если вы будете смотреть всякие битвы экстрасенсов, от вас будет утекать из вашей души энергия, ее будут высасывать. Почему? А потому что вы интересуетесь теми обстоятельствами, где гуляют демонические силы, где их скопление, скажем так. Вот, если вы будете с алкоголиком, с наркоманом общаться, да, вы тоже будете терять энергию, потому что тяжело. Если вы будете общаться с человеком, который во гневе, в ярости, или сами будете в ярости, вы же тоже потом будете чувствовать, как будто из вас вышла энергия. Так вот, что я хочу сказать. Энергиями вампирами являются либо демонические силы, когда мы с ними сочетаемся мысленно, либо действием, из нас исходит энергия. Мы теряем силы. Бесы и есть энергия вампира. Грех ведет к тому, что я теряю силы, силы души. Душа моя поражается грехом, а значит, исходят из меня силы. Поэтому, если мы будем беречься греха, уклоняться от греха, действовать по заповеди Божией, уклонись от зла и сотвори благо, в нас будет энергии предостаточно. Какой энергии? От кого получаем? Конечно же, от Бога. Бог – источник энергии, энергии любви, которая дает силы, которая дает радость, которая дает все благое и просветляет ум, и очищает душу, и лечит тело и душу. Завершая ответ на этот вопрос, еще раз хочу сказать, энерговампирами являются демонические силы, и если мы с ними сочетаемся мысленно, либо действием греховным, то мы теряем энергию. И нам плохо от этого, естественно. И если мы когда сами грешим, то да, вначале нам даже может полегчать, как говорится, обругал человека, высказал ему все, что хочу, и мне полегчало. Зло из меня вышло, но оно к вам вернется. Это сто процентов. А потом оно вас начнет мучить, но это уже будет зло от демонов. Поэтому не грешите и не общайтесь с людьми, которые являются служителями сатаны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok